всем привет дорогие друзья это павел георгиев и вот этот заяц который спасает меня от солнца мы с вами на хайнане в бухте дедунхай позади меня торговый центр ананас но мы идем не в ананас мы идем в отель харман это отель который находится позади него кто-то его называют отель торговый центр кто-то очень доволен там есть огромные плюсы в виде панорамных видов и хорошего качественного питания есть еще не один плюс так что пойдемте посмотрим вместе со мной что друзья очень очень давно я побывал в этом отеле и открыл не побоюсь теперь этого слова этот отель для многих туристов потому что раньше когда я только снял свой первый выпуск еще был такой скромный паренек здесь никто на самом деле не отдыхал он только в тот момент запустился и все знали там именитые отели in time южная китай линда и никто харман не бронировал я когда в нем побывал и сказал что это отель очень классного качества с прекрасными видами я его особенно рекомендую собственно как и сейчас но сейчас здесь произошли некоторые изменения и туристы некоторые отзываются как позитивно так и есть небольшие недочеты поэтому я специально снимаю этот ремейк для того чтобы показать какие здесь произошли изменения с прошлом времени есть принципе все как и раньше она встречает лобби я здесь глобальных изменений в лобби не вижу заходим все симпатично сразу попадаем в прохладу мне кажется вот здесь они инсталляцию только поменяли по что она была немножко другая вот вам кота оранжевая такая была возможно может посмотреть мои предыдущие видео и понять здесь у нас зона ожидания кстати друзья сразу по заселению скажу пару моментов когда вы приезжаете с операторами со многим операторы заселения не происходит в первый же день соответственно вы вылетаете например там первого числа прилетаете 2 и соответственно у вас заезд со второго и вам придется до двух часов ходить гулять и потом населяться поэтому докупайте ранние заезды потому что это прям у многих проблема ноги это как бы выставляя даже как негативную историю как будто им кто-то не дал сервис а это на самом деле история которую надо просто докупать и все если как бы вы не хотите гулять это надо сделать это один момент второй момент если мы бронируем с вами отдельно отели отдельно перелеты то тогда надо делать как то есть берем отель с дня вылета они с дня соответственно приезда тогда у вас будет все в этом плане четенько ну и вот в этой части на соответственно ресепшн подходим даем паспорт все как обычно депозит 500 юаней либо 100 долларов все ну и дальше двигаемся соответственно по территории отеля посмотрим номера и посмотрим же конечно бассейн что здесь одна из главных фишек и виды конечно с этого отеля мы устали от работы захотели в отпуск мы улететь на самолете от московской суеты захотелось как обычно чтобы спекла прямо в рай чтобы пальмы и песочек в общем выбрали хай-най хай-най тропический остров на юге китайах хай-най вкусный манго задушу цепляют хай-най и вот этой части как раз тоже зона ожидания и вам повезет если будет не очень много гостей вы здесь можете даже прикорнуть если вы не берете ранний заезд здесь вот такие вот диванчики у нас располагаются на самом деле особо особо сразу отмечу сейчас мы пока еще не пошли смотреть номера сервис после мы грамм продаду хай-харман здесь конечно повыше сразу же он отвечает потому что сразу большая забота есть русскоговорящий персонал китайский так что в этом плане вы здесь под большим сервисом находиться будете это сто процентов так у нас с вами по плану будут два номера мы сейчас посмотрим самый простой и и с видом на море ну что собственно нам и нужно потому что в прошлых выпусках он показывал только самые суперские номера и задача в этом выпуске показать самый обычный номер который достаточно часто выбирают для бронирования 18-13 отличное число так здесь в принципе все у нас без изменений в общем как было так и есть симпатично прохладенько отмечу высокие потолки ощущение просторности здесь такое есть сразу вот все как надо поправиться надо постучаться они просто как заходить так заходим это нас супер это самый простой номер сейчас сразу на входе расскажу про эту историю очень много вопросов говорят так что это за эротическая ванна почему нет ничего переграждающих но вот так вот друзья сделано здесь на мой взгляд достаточно интересно ванна полноценная конечно вдвоем классно если вы как бы незнакомые абсолютно люди либо там видите с родственниками наверно некомфортно здесь у нас понятно есть отдельно туалет ну или вам придется мыться в душе если вы не хотите иметь вот такую вот ванну вообще-то очень прикольно вот такой open space и здесь вот раковина на самом деле классно утречком вот так стать любоваться вот на этот вид в чем смысл хочу показать вот у вас сразу вид вот эти зелененькое все и вы умываетесь это как бы сразу придает классном настроении здесь у нас шкафчик в этой части сейчас сам открою что у нас тут есть естественно вопросы просеек они есть халатики есть гладильная доска есть а утюга нет утюг утюг но принесу под запрос утюг сказали принесут под запрос ну и соответственно сам номер он просторный симпатичный вот принципе ничего не изменилось все то же странно сказать что что-то здесь внизу да мини-бар он на первый раз бесплатно или как и шла первый раз бесплатно всегда сюда бесплатно отлично то есть водичка и газировка вот все в порядке с номером большой просторный но вот в этих номерах как говорил нет балкона здесь вот такое большое панорамное окно и вид у нас открывается на торговый центр и вот кого-то этот вид если смущает то надо выбирать вид на море конечно могут быть этажи пониже и можно видеть вот эти кондиционеры если прислужиться они немножко шумят ну и конечно слышно это может кого-то напрягать вот так в целом все в порядке здесь вот такой диванчик стоит столик с чайными кофейными на принадлежности водичка так что можно хорошо комфортно отдыхать телевизор в общем как то так да кстати обращу внимание практически во всех китайских отелях нормальных есть шлепанцы и в принципе можно с собой даже не вести если вопрос по пляжным полотенцем есть где на бассейне получать все но мы пойдем еще сейчас посмотрим по бассейну и в номер тоже кстати могут принести так что вот такое у нас друзья с вами супер и вот кто там что там говорил но что-то не нравится я считаю что все в порядке все нормально но вот только единственное это вопрос вида если вы здесь собираетесь находиться долго и в номере и любоваться этим видом они гулять по городу то наверное есть смысл выбрать вид на море куда мы сейчас с вами двигаемся для сравнения вот здесь у нас лифтовой лифтовой холл и кстати отсюда уже можно понаблюдать панораму вот так у вас будет выглядеть вид из номера с полным панорамным видом согласитесь огромная разница открывается прекрасный вид на бухту и поэтому я считаю это самый один из классных видовых отелей один из классных потому что второй открылся таким же классным красивым видом это отель аскот я вот тоже особо отмечаю но здесь тоже все очень симпатично и даже может какой-то степени более насыщенно но сейчас мы пойдем номер и оттуда еще посмотрим так у нас с вами сейчас будет следующая категория номера это конечно же с панорамным видом на море что я обычно рекомендую мы все так здесь у нас получается уже панорамный вид на море и по своему скажем убранству и всему остальному он очень похож на обычный супер он ничем не отличается также есть вот эта ванна отдельно соответственно туалет душевая ну здесь в общем все как обычно но главная конечно фишка кстати есть две раздельные кровати и одна большая здесь я что порекомендую если вы отправляете сюда семью это кстати есть такая одна проблема когда отправляются взрослые с детьми дети до 12 лет они могут размещаться без дополнительного места поэтому на том диванчике не явно не разместятся то есть если у вас там ребенок образно два взрослых ребенок 8 лет вы будете спать на этой кровати вместе или можно взять две раздельные кровати и раздельные кровати они чуть побольше они квинсайз размером например вы на одной а ребёнок на другой и даже может так с двумя детьми в принципе разместиться надо лучше делать сразу пометку что две раздельные кровати максимальное размещение здесь получается это будет две раздельные для одна большая и плюс дополнительно кровать могут принести все поэтому если у вас сильно большой состав и вас сюда могут забронировать но имейте ввиду как вы будете размещаться еще совет лучше брать два номера рядом такое можно попросить в комментариях и исполнить. Два номера же рядом могут сделать? Да, могут. Ну, то есть, надо все заранее делать, если вы завтра заезжаете, то это уже будет проблематично. Заранее надо бронировать, тогда будет все окей. Ну что, давайте самую главную фишку посмотрим. Это, конечно же, панорамный вид на море. Здесь у нас панорамные окошечки. Открываем, нас ждет теплый ветерок, встречает. Здесь вот такое местечко, чтобы любоваться видом. Сушилка, знаю многих-то вон. И вот наш прекрасный вид. Это наша территория. Скажем, вот это она вся. Но она заметен, несмотря на то, что на уровне шестого этажа, она зелененькая. У нас два бассейна. Один, получается, для детей, другой для взрослых. Для взрослых, которые подальше, вот там даже можно вид наблюдать, ребята стоят и любуются видом на море. И, соответственно, панорама на весь наш Дудунхай. То есть, это, скажем, самый первый отель, который находится в бухте Дудунхай. Вот подзади нас и на нас. И мы двигаемся. Чтобы для понимания, это у нас Южный Китай сосед. Дальше вот это идет Первый Ривер Гарден. Дальше у нас Интайм, Ли Кинг, Джунджи, Аскот, Автограф и Мариоттам. Заканчивается данная бухта. И вот в той стороне у нас еще отельчик один Мандарин Ориента. Ну, он уже маленько совсем в сторонке. Можно сказать, почти как будто бы и не в Дудунхай. Я, конечно, друзья, побуду немножко ревизора и постараюсь найти какие-то недочеты. Я тут чуть-чуть нашел. Например, у нас тут есть, может быть, какие-то совсем маленькие износы, чуть-чуть сколы. Но это не настолько, что критично. Отель все-таки новый, свежий относительно многих других отелей. Поэтому я считаю, что это незначительная история. Какие-то естественные потертости, они могут присутствовать. Но это не так, что уже все отвалилось, развалилось, дверь отваливается, сантехника упала. То есть, в этом плане здесь все нормально. Есть какие-то, ну, нормальные, кажется, естественные вещи. Но, в общем-то, все, друзья, хорошо. Вот у нас тут часто проверяют туристы по сантехнике. Все вполне достаточно хорошо. Поэтому сказать, что есть что-то ужасное, вовсе нет. Все прекрасно работает. Чистенькое, свеженькое белье, кондиционер, прохлада. Так что все в порядке. Так, друзья, отмечу, вот здесь вот просматриваются у Южного Китая зонтики. Вот ему видно, да? Ранее Харман с ними делил их. Там их было очень мало, но делил. Сейчас, в данный момент, этого не делают, потому что их и так мало. То есть, у Хармана, получается, своих мест на пляже, зонтиков нет. Просто берем полотенечко и вперед отдыхать. В принципе, как все это и делают. И сейчас наша с вами задача – это пойти в ресторан и потом уже в сторону бассейна. Здесь есть такой коридорчик. Он как раз связывает вот основной корпус, с которого мы идем. И, соответственно, зону, как он такой более активный, где ресторан и бассейн. И вот как раз перед рестораном у нас есть детский клуб. Уже начинается с игровых автоматов. Это, конечно, за отдельную плату. Здесь вот такой кабинет, скажем, творчества. Здесь можно рисовать, заниматься различным творчеством. И вот в этой части, так, вот здесь у нас family. А это у нас что, ресторан семейный? Да, это ресторан, да, семейный. Это вот ресторан семейный. Так, понимаем, можно здесь заказывать какие-то торжества, праздники. Тоже, кстати, очень прикольно. Это типа день рождения можно заказать, да? Да. Отлично. Так, ну и двигаем еще в детский клуб сам. Так, сейчас я вам покажу его. Конечно, вот если мы сейчас сравниваем отели, как мы идем, Дэдунхай и Хармин, Хармин, конечно, в этом плане, конечно, повыше уровня. Здесь тоже вот большой, прохладненький, более прохладненький, чем Дэдунхай клуб. Здесь можно для малышей поиграть. Напоминаю сразу, что обязательно надо брать носочки, потому что босиком где-то не пускают. И здесь тоже вот такая прыгалка лазился, находится. Так, и там, а там лагерь чудес Харма. Видите, даже под русских уже все сделано. Работает до 18.00. И здесь у нас уже сам лагерь чудес. Вот здесь, кстати, можно смело еще попрыгать. Ну, что себе. Вот этой комнаты я, по-моему, не было. Здесь еще позаниматься можно. Так что с детским развлечением, детским клубом здесь очень хорошо все реализовано. Так что с детьми сюда можно смело и нужно приезжать, отвлекать. Здесь вы все найдете для этого. Вот этой частью у нас получается ресторан. Буфет-ресторан. Почему называется буфет-ресторан? Потому что буфет, это и есть по-нашему шведский стол. Как бы правильно называть буфет. Здесь есть еще один ресторан. Это китайский ресторан. Он работает по меню. Сюда можно просто отдельно прийти и заказать различные блюда. Ну, я думаю, на завтрак смысла в этом нет, конечно. А вот там на ужин и так далее, пожалуйста. Ну, в принципе, во всех отелях нормального уровня есть отдельный ресторан. Также можно здесь докупить ужины. Кстати, можно купить данный отель завтрак-ужин. Но сейчас наша задача изучить завтрак. И сразу вам скажу главную фишку. данного отеля Harman с завтраком. С тем, что завтрак, друзья, здесь проходит до 11 утра. И это... Ой, до 11, друзья. До часу дня. Какой 11? Уже крылья, что до 11. До часу дня. Ну, и давайте посмотрим ассортимент. Что у нас здесь есть? У нас сразу включают несколько вариаций сока. То есть, если мы опять же сейчас будем сравниваться задухаемый, я его часто сравниваю. Здесь, конечно, по ассортименту намного лучше. Классное питание. И помните, я много раз говорил, если в отеле есть сыр, значит, это хороший отель. Потому что сыр, это только для европейцев. По ней как бы особо не едят. А если он есть, значит, они о них думают. Вот я всегда так уже проверяю китайский отель. Ну вот. Соответственно, разнообразное питание. Здесь хлопи. Вот это, скажем, видите, я часто. Здесь анонасы. Здесь жареное яйца различных видов. Здесь, как обычно, ну, вот приготовили там вишницу, омлет под заказ. Обычно сюда в этой части больше людей. Это чисто китайские истории. Такие панкушечки симпатичные можно взять. Вот. Собрать что-то себе можно с определенными блюдами. Конечно, если вы знаете, что собрать. Но попробовать обязательно тоже все нужно. Большой хороший ассортимент. Я скажу, и китайские блюда есть прикольные, которые прям нужно попробовать. Вот. Это очень полезная вещь. Я всегда нато супер. Вот. Еще и у нас яички. В различных форматах. Еще немного китайского меню. И еще у нас один стол есть, друзья. Сейчас еще, да, с вами пробегусь. И покажу там сообщение питания. Еще раз отмечу. Плюс главное, что работает ресторан до часу дня. Можно спокойно высказаться. Особенно, если у вас разница во времени, как с Москвой. Не надо себя подрывать в 9 утра. А по местному московскому это вообще раннее-раннее утро. Спокойно позавтра. Выпечка. Всевозможные кексики. Здесь же у нас есть и чай, и кофе. И кофемашины. Пожалуйста. И не одна, чтобы не толкиться. В этой части вам тоже приготовят. Здесь же, я так понимаю, готовят рулетик, омлетик. Хлеб. Ну, в общем, выпечка. Вся эта здесь также присутствует. Отличный завтрак. И завтрак 100% здесь тянет на хорошую пятерочку. Здесь вообще, безусловно, для завтрака жирная пятерка. Так что никаких сомнений у вас быть не может. Брать вам завтрак нужен или нет, это уже, как говорится, решать вам. Потому что обычным вечерком все хотят куда-то ходить, гулять, выходить. И поэтому я обычно говорю, если вы планируете идти в отеле, да. Если нет, то я не вижу смысла никакого в ужине. Потому что это просто крыльца управляет ваше время, которое вы можете провести, гуляя по этому замечательному острову. Вот сюда каким-то образом проник армянский коньяк. Так что очень удивительно. Так что имейте в виду, что в Хармоне теперь обитает еще и армянский коньяк. Так что на ужин, ну или какое-то другое время. Лучше вечерком, потому что днем очень жарко. Я не рекомендую, кстати, друзья, употреблять много алкоголя, чтобы синева, как говорится, не расплескалась. Потому что очень жарко и будет не очень хорошо. А надо отдых провести замечательно. Так что легкие напитки, пожалуйста, жесткие, лучше вечерком. Поднимаемся с вами, друзья, в бассейн. Здесь небольшой эскалатор. По дороге в бассейн нас сейчас встретит с вами фитнес-клуб. Сейчас мы быстренько забежим. Вот здесь вот у нас в этой части прохладненький фитнес-клуб. Здесь вот обращу внимание всегда, я в фитнес-клубе обращаю внимание не только на тренажеры, но и на вид. Вот здесь прикольно позаниматься. Вы встали на беговую дорожечку и хотя бы смотрите на какую-то зелень приятную, а не в стенку. Так, ну вот мы попали на территорию. Кстати, мы вон там с вами были в номерах. Это номера, получается, фулс-вью, то есть панорамный вид на море. То есть самые высокие этажи, да, и, соответственно, пониже, как бы вид уже будет не совсем тот, который мы хотим. Ну, в общем, мы выходим, у нас здесь вот такая зелень встречает. И на самом деле, когда идешь в этой одной плоскости, ты себя чувствуешь действительно как в таком лесочке. Так что, можно сказать, отель с зеленой территорией. Вот, так что сейчас прогуляемся с вами, дойдем вот до этих наших суперских бассейнов. Я сейчас подойду к тому месту, где я когда-то в далеком 2014 году клеил наклейку. Гюнги в Тревел рекомендует. Кто может видел? Я думаю, многие видели этот выпуск. Вспомнят. Итак, здесь у нас как раз располагается сам бассейн, и первая его часть, это детская. Здесь вот у нас есть полотенчики, можно запросить и взять полотенчики отдыхать. Ну, давайте еще раз покажу. Здесь у нас пологий заход, неглубокий бассейн, горочка такая, на которой можно покататься. Ну, для детей там 5-7-4 года, вообще отлично. Вот это мне очень нравится, садишься в лодку и начал крутить, очень прикольная штука. Детям очень нравится здесь заниматься. Здесь же так есть не только бассейн, но и, соответственно, бар, где можно заказать дополнительную плату, то есть экстра уже не входит. Стоимость, конечно, проживания. Отдельно различные напитки. Кокос можно купить, холодильничек, мороженое. Пожалуйста, все здесь есть. Даже вот на русском меню написано. Так, кокос у нас стоит 16 юаней. Вполне доступные цены, так что можно смело покупать. Вот. Здесь у нас еще одна такая лаунж-зона. Она работает с 11-23. Вот зона потребления. Написали, забавно. Вот, тоже здесь можно посидеть, пофотографироваться. Классные местечки, можно здесь полюбоваться бухтой. Мы сейчас еще с бассейной полюбуемся. Вот, посмотрите. Сейчас подойду в какую-нибудь классную точку. Еще раз покажу, что здесь открывается классный панорамный вид. Вот он. На море. Ну и, конечно же, дам небольшой, опять же, экскурс. Вот если мы, опять же, сейчас сравниваться будем. Харман и Дадумхай. Дадумхай выиграет, наверное, главным образом. Он, вот он, представлен. То, что он ближе к морю. Вот мы вышли и сразу прошли. То есть, с данного отеля нужно немножко так, змеечкой проползти вокруг там отеля. Потому что здесь прямого выхода нету. И выйти-то на пляж. Это, наверное, единственный минус в плане питания, в плане сервиса, в плане веселости детского клуба. Он, конечно, сильно выигрывает. Но по цене они примерно одинаковые, друзья. Вот. Поэтому, кому близость моря важна, это Дадумхай. По номерам они очень, кстати, похожи. Но по питанию, как говорил, вот для детей, особенно, очень сильно отличаются. И здесь у нас, кстати, перед нами находится отель Южный Китай. Вот это, кстати, корпус Б идет. Вот самый лучший корпус, который, да, с номерами, видом на море. Но, опять же, цена вопроса, она сопоставима с отелем Харман. Поэтому, есть ли смысл в этом выбирать. Это, как говорится, вы уже делаете выводы сами. Ну, а мы, конечно, вас можем проконсультировать. Напомню, что все ссылки под видео стоят. Есть сайт georgiev.travel, где вы можете сами выбрать для себя тур, отель. Тур с перелетом на прямом рейсе, не на прямом рейсе. И, соответственно, мы вам всегда дадим консультацию по WhatsApp. Можно также написать. И я знаю, что очень много есть вопросов, сомнений. Пишите, мы на все ваши вопросы ответим. Отвечу я, либо мои помощники. Так что, welcome. Ну, и двигаемся уже с вами к Infinity бассейну. Самые главные фишки данного отеля. Вот у нас как раз стык детской зоны и взрослой зоны. Здесь только для взрослых ступенечки. Спуткаемся, и у нас здесь панорамный вид открывается. Здесь, конечно, надо спуститься с самого бассейна. Но я постараюсь показать. Если мы вот так вот находимся в бассейне, то у нас открывается сразу гладкий вид на море. Ну, и вот в эту часть, кстати, можно спуститься. И здесь тоже можно, например, взять какой-нибудь коктейль, если такой столик есть. Постоять и полюбоваться вот с этой части таким видом. А вот тут, вот в этой части, много-много лет... Нет, не вот в этой, возле дракона, помню. Возле дракона. Вот он, дракон стоит. А вот у нас бассейн. И вот, кстати, открывается панорамный вид на Харман. Вот в этой части я шлепал наклейку. Ну, конечно, не сохранил за столько лет сюда, что я рекомендую данный отель. Друзья, ну и, конечно, я не мог не остановиться в этом отеле Харман, естественно, да. Ну, я взял себе категорию номера повыше, да, чтобы показать вам, как здесь тоже можно отдыхать. Ну, в общем, смотрите мой номер. Итак, вот это мой номер. Он, вот на самом деле, как и все. На самом деле, ничего здесь нового вы не увидите, как и в тех номерах. Большая, просторная open space ванна. Ванна, туалет, душевая. Здесь у меня одна большая кровать. Вот в этой части, понятно, телевизор. И, конечно же, балкон. Я приехал заселяться сюда вечером, поэтому мы посмотрим с вами на вечерний вид. Вид у меня, конечно, панорамный, потому что номер у меня 180. Full Sea View. И посмотрите на эту панораму. Она, конечно, ночная тоже очень прекрасная. Здесь, видите, открывается вся бухта Дуэдунхай. Вон там впереди у нас Мариотт отель светится. Джунджи отель. Автограф коллекшн. Аскот синенький. Ну и, соответственно, здесь внизу своя территория с бассейном. И, как вы видите, бассейн доступен. Как я говорил, везде все бассейны работают до 10 вечера. Так что можно смело пойти покупаться даже еще мне. Вот так вот у нас бухточка. Там вот, видите, есть... Горят внизу кафешечки на пляже. Прямо может туда прийти. Вот у нас еще раз панорама Дуэдунхая. Ночного. Очень красиво. Ну и еще разок свой номер. Как я говорил, номера сами по себе. Они одинаковые. Как и, собственно, во всем Хармонии. Но разница только в том, какой у вас будет вид. И будет ли у вас балкон или нет. В остальном же все то же самое. Так что я размещаюсь, располагаюсь. Хочу немножечко здесь отдохнуть. Потому что набегался, набегался. Теперь нужно, как говорится, немножко расслабиться. Друзья, ну еще один заход в бассейн. Я сейчас уже спокойно здесь разместился. Еще одно утро наступило. Проживаю. Встал пораньше. Уже садил на море. И хочу пойти показать вам бассейн. Пока еще никого нет. Еще не все проснулись. Кто-то еще на завтраке. Тут просто красота. Тишина, зеленая территория. И Хармон, конечно, в этом плане мне всегда радует. Сколько бы я здесь не был, всегда это хороший выбор. Это правда. Итак, спокойная история. Смотрите. Вот так у нас здесь все выглядит. Конечно, когда здесь куча активности, это классно. Но также и классно посмотреть вот такую тихую, спокойную обстановочку. Это у нас, напомню, детский бассейн. Неглубокий. И дальше бассейн Infinity. Куда мы с вами подойдем сейчас. Вот наш отличный бассейн с пологим заходом. Infinity. Сейчас покажу, почему Infinity. Думаю, вы сразу уже все поняли. Но надо показать. Я еще разок отображу эту историю. Максимально верхние этажи. Вот у меня номер на 17 этаже. Это максимальный панорамный вид. То есть 180 дегри бывает. Full Sea View. Это, в принципе, одно и то же. Это самые высокие этажи с балконом и видом на море. Primary Sea View. Это ниже. И что-то, может, не совсем будет до конца видно. Вот так мы с вами заплываем. И вот так низко с воды видим море. Но на самом деле можно подплыть сюда поближе. И посмотреть как раз всю бухту Днухай прямо из бассейна. Это очень красивое зрелище. Вот так, в общем, вы лежите, смотрите и видите вот эту картину. Вот именно ради этого бассейн и этот отель очень сильно стоят. Мне кажется, это процентов 30, а то, может, и 40 от этого отеля. Что здесь хорошего? Ну и, конечно же, есть прекрасное питание. Продленный завтрак до часу дня. Хорошее местоположение. Торговый центр. Конечно, я считаю до сих пор, что это один из хороших, лучших вариантов в Днухай. Он всегда приятно удивляет. Хороший вариант. Те, кто ждут какого-то роскоши, супердорогого какого-то там сервиса, наверное, нет. Но здесь хороший все-таки сервис. У меня есть контакт прямой. Если мои туристы где-то с чем-то столкнулись, мы быстро это решаем всегда. Поэтому за это не переживайте. Но, тем не менее, я считаю, это один из хороших, правду, вариантов. Можете смело выбирать, ни о чем не думать. Вот у нас с вами место для купания. Всех с утра опустили, все купаются, все хорошо. Видите, да? Без проблем. Вот в этой части заходите, купайтесь. Так, ну что, друзья, резюме по данному отелю Харман, который находится в бухте Днухай на острове Хайнань. Ну, самое главное, друзья, я скажу, что данный отель ничем не испортился. И я его, как и прежде, рекомендую. Сразу пробежимся по главным плюсам. И мне кажется, здесь стало даже все еще лучше. Здесь стало гораздо больше гостей. И я уверен, что это, наверное, благодаря моему прошлому видео. И многие этот отель узнали, потому что ранее его особо никто не знал. Главные плюсы. Здесь завтрак стал до часу дня. И это очень классно для тех, кто прилетает из московского региона, из европейского, где разница во времени большая. Можете выспаться и спокойно пойти на завтрак. Второй момент, самый главный. Мне кажется, здесь все очень сильно выросло по сервису, особенно для русскоязычных. Появились китайцы, которые прекрасно говорят по-русски. Очень все заботливо, вежливо. Мне кажется, здесь сервис стал даже лучше. Что касается номеров, это один из частых вопросов. И многие говорят, что что-то стало хуже, уже он совсем не тот. На мой взгляд, все осталось, как и прежде. Все то же самое. Единственное, на что хочу сделать акцент, это на номера. Если вы хотите открывать утром шторки и видеть прекраснейший, классный панорамный вид, то надо выбирать номер с видом на море. Лучший панорамный вид на море, это более высокие этажи. Вы открываете, и это просто кайф. У вас панорамная картинка на море, прекрасный вид на бассейн и так далее. Если ваша цель жить в хорошем сервисном отеле, и вы больше планируете гулять, а не проводить время в отеле, можно выбрать вид и на обратную сторону. Да, там нет балконов, вид как бы у нас на кондиционеры, на торговый центр, а на нас. Но тем не менее, как бы все по номерам абсолютно то же самое. По номерам есть небольшие какие-то совсем мелкие недочеты, где-то чуть потерты, где-то еще что-то. Но, во-первых, проблемы с заменой номера нет никогда, если это какая-то реально адекватная. Вот мы сейчас тут шли, и в каком-то номере немножко капал кондиционер. Я думаю, это либо причину могут устранить, либо, соответственно, поменять номер. В этом тоже, опять же, проблемы нет. Подходите, есть русскоязычные ребята, которые работают в отеле, не гиды. Гидам не надо с этим вопросом подходить, лучше подойти к профессионалам, кто занимается этим отелем. Что еще хочу дополнить? Прекрасный детский клуб. Мне кажется, он стал еще больше, чем был раньше. Все с бассейнами так же супер, прекрасные все те же самые виды сохранились. И я могу точно с уверенностью сказать, что я так же рекомендую, Георгиев Тревел рекомендует отель Харман. И продолжайте сюда приезжать. Это классный, действительно, сервисный, красивый и панорамный отель. И точно, безусловно, наверное, лучше у него пока нет. Там есть еще один с видами, но там немножко другой формат. Поэтому с семьей, для активного отдыха или вдвоем точно можно выбирать Харман. Ну, а в этом мы все вам поможем. Ниже под этим видео есть ссылочки на мой прямой WhatsApp, проконсультирую я или моя команда. И, соответственно, там же есть сайт. Вы можете поставить цены на этот отель без перелета, с перелетом на прямом рейсе, перелеты с пересадками. В общем, все как удобно. Если у вас возникают какие-то вопросы, а они возникают у вас, пишите нам. Мы сразу все проконсультируем, отправим вам все варианты. В общем, все сделаем как надо. Работаем мы онлайн по всей России, с договором, чеком, все как положено. Кстати, белорусы тоже могут к нам обращаться. У вас есть карточки МИР, и вы можете у нас смело, легко также бронировать. В общем, все, что хотел сказать, сказал. Смотрите мои следующие полезные, интересные видео. С вами был Павел Георгиев. Это видеоблог онлайн-турагентства Георгиев Тревел. Пока. Пока.